Ну что ж, еще раз добрый вечер. С кем еще не успела поздороваться? Кто у нас только что подключается? У нас сегодня семинар, который называется «Расчет итоговых значений в Excel с применением инструмента». Как вы видите из названия, это вторая часть, то есть у нас был предыдущий семинар, о нем я чуть-чуть попозже тоже вкратце расскажу для тех, кто не был. На всякий случай, кто только-только подключается в чат, дублирую ссылку на Яндекс.Диск, там Excel-файл, с которым я буду работать. Если будете успевать, можете работать со мной, если нет, можете просто посмотреть, а потом дома порепетировать. Запись через некоторое время появится на специалист ТВ, или если личный кабинет и есть, там должна быть тоже дублироваться ссылка. Итак, меня зовут Сидорова Елена Владимировна. Кто со мной не знаком, я видела на самом деле в чате очень много знакомых имен и фамилий. Очень приятно, что вы меня не покидаете и время от времени приходите на занятия. Кто не знает, я профессиональный, так сказать, преподаватель, учитель математики и информатики, 18 лет отработала в школе, 12 лет уже работаю в специалисты, преподаю офисные курсы, PortExcel, PowerPoint, сертифицированный тренер Microsoft, но и некоторые статусы по офисным программам вы тоже там внизу видите. Не буду их повторять, это не столь важно. Центр специалист на рынке у нас уже 28 лет, почти 29. Как вы видите из этой маленькой инфографики более миллионов выпускников, более тысячи курсов, очень много преподавателей, экспертов, аудитории. Сейчас у нас, конечно, все аудитории пустуют, мы все занимаемся в режиме вебинаров. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но это не столь важно, потому что семинары мы все проводим в онлайн режиме. Итак, общая тема трех семинаров, расчет итоговых значений в Excel. Первый семинар, как я уже сказала, был проведен в марте этого года. В личном кабинете будет ссылка на презентацию, которую я показываю. И, в принципе, если захотите, можете первый семинарчик посмотреть по этому адресу. Вот. Что мы там делали? Мы рассматривали, что такое итоговые значения, какие они бывают и как они считаются с помощью функций. Вот. Функции мы обычно используем сумм, если, и сумм, если, моне, просто сумма, счет, счет, если, счет, если, моне, SR-знач, SR-знач, если, SR-знач, если, моне, мин и макс. В новой версии 2019 у нас появились мин, если и макс, если. Вот про эти функции мы там говорили. И говорили еще про одну функцию, функция промежуточной итоги, которая работает в умных, так называемых умных таблицах в качестве итоговой строки. Вот. Сегодня мы поговорим об инструментарии, которые, в принципе, делают те же самые расчеты. Расчет минимума, максимума, среднего. Простите. Расчета. Рассматриваем мы подробно эти инструменты на втором уровне Excel. Это инструменты промежуточной итоги, консолидация и сводные таблицы. Больше времени мы, конечно, отводим на сводные таблицы промежуточные итоги и консолидацию мы затрагиваем просто в режиме ознакомления. Сегодня я приведу немножко побольше примеров, особенно на инструмент консолидацию. И если кто-то с ним не знаком, я думаю, для себя что-то интересное вы найдете. Ну и третья часть предполагается примерно в августе или в сентябре. Оп, сорвалось. Там мы поговорим о надстройке, которую мы рассматриваем подробно на шестом уровне PowerPivot. И помощница надстройка Power Query, которая позволит немножко подготовить наши данные к подведению итогов. Вот, посмотрим несколько примеров, которые в курсе не затрагиваются. То есть, как, например, из нескольких таблиц собрать данные в одну и потом на основе этого общего источника создать отчет. Итак, о чем говорим сегодня? Какие есть инструменты, в принципе, я вас уже познакомила. Это промежуточные итоги консолидации сводной таблицы. Затем посмотрим, как рассчитываются итоговые значения внутри источника. Это как раз промежуточные итоги. Как быстро по одному критерию собрать данные из одной таблицы или из нескольких таблиц без сохранения связей или с сохранением связи с источником. Это уже консолидация данных. И, соответственно, немножко о сводных таблицах. Так, что-то мне интересно сегодня, переход какой-то. Ну что, давайте попрактикуемся. Итак, файлик экселевский готовый. Здесь есть несколько таблиц исходных. Некоторые будут повторяться для разных инструментов. И начнем с первого. Итак, лист заказа. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть 100 с небольшим строчек с данными. Таблица, в принципе, она может быть и очень большая, длинная. Там несколько сотен строк. Это не важно. Главная суть инструментария. И задачи. Какая задача нам нужна? Так, у кого-то там микрофончик подключился. Проверьте, пожалуйста. Шум пошел. Уважаемые слушатели. Камил, добрый вечер. Так, Роман. Ага, спасибо. Итак, задача будет такой. Нужно узнать общую стоимость и суммарное количество по заказчикам. То есть, сколько штук заказывал заказчик и на какую стоимость. И на какую стоимость. Значит, причем, что интересного, все отчеты, все цифры мне нужны прямо внутри источника. То есть, да, мы можем там заказчиков выписать и функции посчитать, но мне нужны они прямо здесь. Так вот, для этого мы используем инструмент, который называется промежуточные итоги или subtotal. Но для того, чтобы правильно и быстро посчитать, нам нужно подготовить источник. Подготовка заключается в сортировке. Так, у Марины проблемы со звуком, у остальных как со звуком? Нормально? Меня всем остальным слышно? Так, спасибо, спасибо. Слышно нормально? Хорошо, тогда идем дальше. Итак, сортировка. Сортируется тот столбец, на основе которого мы подсчитываем итоги. Это значит, мы сортируем с вами заказчиков. Помните, что сортировка у нас с вами бывает простая и многоуровневая. Чтобы выполнить простую сортировку, это сортировка данных одного столбца, нам достаточно просто встать в одну из ячеек, ну и один из вариантов на вкладке данные нажать на кнопочку от А до Я. Отсортировать. Теперь, если бы мы эту задачу решали вручную, нужно было бы делать так. Увидеть, где заканчивается первый заказчик, вручную вставить новую строчку, подписать, что это и того, и просчитать сумму по столбцу, количество и стоимость. И так по каждому заказчику сделать отдельно. Вот, именно это действие автоматически выполняет инструмент. Итак, дальше мы встаем в любую ячейку, вообще в любую ячейку нашего диапазона. Идем на вкладку данные. Есть у нас в самом конце группа под названием структура. Вот она у меня свернута, на самом деле она должна быть вот такой. И subtotal или промежуточный итог, вот этот инструмент. Итак, включаем. Источник подцепляется сам автоматически. И здесь нужно указать настройки. Что важного? В принципе, инструмент очень простой. И читая его, вот это окошко сверху вниз, вы можете проговаривать задачу и решить ее быстро. Смотрите. Нам нужно для каждого заказчика, поэтому при каждом изменении в столбце заказчик. Где он у нас там? Просуммировать. Значит, операция сумма, столбцы, количество и стоимость. Ну, естественно, самих заказчиков мы суммировать не будем и не имеем права. То есть текстовые значения не суммируются. Поэтому этот флажок отключаем. Теперь, что касается остальных флажочков. Пока я их не трогаю. Потом объясню, что там в них особенного. Итак, жму ОК. Что при этом происходит? Excel. Сам смотри, что делал. Вставляет после каждого заказчика строчку. Подписывает, что это итог по нему. И в указанных столбцах считает сумму. Кроме этого, не случайно инструмент находится в группе структура. Этот инструмент создает структуру, в данном случае, из трех уровней. Уровень 1 сворачивает нашу таблицу и показывает общий итог всей таблицы. Уровень 2 раскрывает под итоги. Соответственно, плюсик раскрыли. Можете посмотреть, из чего эти данные складываются. Закрыли. Ну и уровень 3 раскрывает все данные вместе со всеми итогами. И вот так быстро вы можете узнать общую стоимость и общее количество по каждому заказчику. Теперь, допустим, нам нужно узнать максимальную цену по каждой номенклатуре. То есть по каждому товару фактически. Что в этом случае делаем? Во-первых, нам нужно отключить текущий итог. Сергей, спасибо. Для того, чтобы убрать итоги, достаточно просто открыть этот же инструмент. То есть встали в ячейку, нажали структура, итог. И нажали на кнопку убрать все. Раз. И все закончилось. То есть ваш источник старый. Единственное, сортировку он автоматически не убирает. Но вы должны помнить, что сортировку не отменяют. Сортировка отменяется только новой сортировкой. Ну то есть хотите вернуться к началу, значит у вас должен столбец быть. Например, номер заказа у меня был отсортирован по возрастанию. И вот это таблица начального вида. Если такого столбика нет, но вы знаете, что вы к этому виду хотите вернуться, создайте его где-нибудь в сторонке и скройте. Итак, сейчас мы хотим узнать максимальную цену по номенклатуре. Значит, что делаем? Мы должны отсортировать номенклатуру. Встаем в ячейку этого столбика, жмем на кнопочку от А до Я. Вот, и наша номенклатура. Вот смотрите, я беру первый вариант и вижу, что да, действительно цены разные. Соответственно, узнать максимальную. Включаем структуру промежуточный итог. И начинаю решать задачу. При каждом изменении в столбце номенклатура будем узнавать максимальное значение столбца цена в рублях с НДС. С количества со стоимости я снимаю флажок, он просто запомнил предыдущий вариант. И снова жму ОК. Сворачиваю до второго уровня. И вот он говорит, у этого наименования такая-то максимальная цена, у этого такая-то. Вот они, максимумы. Далее разворачиваю до третьего уровня. И хочу рядышком узнать минимальную цену. Рядом это значит, что сверху, ну для данного инструмента, то есть одно снизу, второе сверху рядом будет стоять. В соседних строчках. Что в этом случае делаем? Да, то же самое. Встаем в ячейку, заходим в структуру. Выбираем промежуточный итог. Начинаем читать задачу и менять настройки. Итак, для каждой номенклатуры мы должны выполнить операцию минимум, то есть узнать минимальное значение. Чего? Цены. И вот теперь пришло время поговорить о флажках снизу. Флажок заменить текущие итоги. Почему мы до сих пор сюда не заходили? Да потому что у нас текущих итогов не было и нам все равно стоит этот флажок или нет. Но как говорят, раз все равно, лучше ничего не трогать. Пусть стоит как есть. Так вот, если мы сейчас оставим заменить текущие итоги, то итоги по максимуму заменятся на итоги по минимуму. Мне нужно и максимум сохранить, и минимум показать. Поэтому заменить текущий я флажок снимаю. Смотрите, сразу же блокирнули флажок итоги по данными. Здесь чистая логика. Смотрите, если первый итог, то есть мы же два оставляем, внизу под данными, а второй итог поставить сверху над данными, ну понимаете, да, это будет каша непонятная, что вообще будет твориться. Поэтому сняли флажочек, значит только где был раньше итог, там он сейчас и будет. Конец страницы между группами, опять же, пока не трогаем. Итак, при каждом изменении в номенклатуре считаем минимум цен. Снимаем флажок заменить текущие итоги. Окей. Вот появляется еще один уровень. И теперь, если до третьего свернусь, мы будем видеть минимальное и максимальное значение первого номера, минимальное и максимальное второго, минимальное и максимальное третьего и так далее. То есть можно сравнить уже будет пары этих данных. Далее. Далее, допустим. Я с этими ценами уже поработала, разобралась и хочу узнать, например, среднюю цену наших наименований. Максимум, минимум мне нужно убрать. В этом случае что делаем? Дойдем снова. Встаем в ячейку, структура, промежуточный итог. При каждом изменении в номенклатуре считаем среднее значение, цены. И чтобы минимум-максимум исчез, я отключаю, вернее, включаю флажок заменить текущие итоги. Теперь смотрите. Этот итог будет единственным, или можно сказать первым в новой версии. Тогда мы можем еще подключить третий флажок, конец страницы между группами. Что здесь важного? Конец страницы между группами после текущего итога автоматически создает разрыв страницы. Если вы потом по каждому номенклатурному номеру соберетесь и распечатку сделать на отдельных листах, вот это как раз поможет не заморачиваться на ручные разрывы. Итак, окей, суммы, вернее, минимум-максимум пропал, среднее значение, вот оно. Ну и давайте покажу вам файл печать, чтобы вы увидели, что действительно, вот смотрите, один номенклатурный номер, отдельная страница, ниже никаких данных нет. Почему? Да потому что они на следующей странице. Вот таким вот образом, с помощью всего лишь одной кнопочки, вы можете быстро раскидать все это на разные листы. Ну, единственное, нужно будет потом еще поработать с заголовочками, посмотреть, чтобы по горизонтали все столбцы выводились на одну страницу. Но это, я думаю, что вы уже знаете как. Вот такой интересный инструмент. Теперь, если мне понадобится узнать, допустим, опять же, общую стоимость, то есть на какую сумму были заказы каждой номенклатуры у каждого заказчика, вот тогда нам нужно будет создать двухуровневый итог. Двухуровневый итог предполагает двухуровневую сортировку. Что нужно сделать? Нужно отключить сначала текущий итог, убрать все и выполнить сортировочку. Итак, на какую стоимость были заказаны каждый номенклатурный номер каждым заказчиком? В данном случае у нас с вами главным будет заказчик. Поэтому открываем на вкладке данной кнопку «Сортировка» или «Настраиваемая сортировка». И здесь нам нужно показать два уровня. Можно сразу добавить второй уровень, можно постепенно сначала один настроить, потом добавить. Но я добавила сразу. Теперь порядок. Сначала мы сортируем заказчиков по алфавиту, а затем внутри каждого заказчика мы отсортируем с вами номенклатуру. Тоже по алфавиту, ну по номеру. Окей. Смотрим. Вот вам Аверьянова, Татьяна или Тамара. И внутри номенклатуры отсортированы. И есть повторение. Вот этот номер два раза встречается, вот этот два раза, вот этот два раза. Но я больше не стала делать. В принципе, это опять же не сильно важно, сколько раз повторение. Главное, чтобы вы увидели этот процесс. Итак, двухуровневый итог. Сначала по заказчикам, а потом внутри, разбитый на номенклатуру. Два раза подводим промежуточный итог. Итак, первое. Промежуточный итог по первому уровню сортировки, то есть по заказчикам. Итак, при каждом изменении в столбце заказчик выполняем операцию сумма столбца стоимость. Сумма. Здесь можно оставить как есть. Окей. Вот они суммы по каждому заказчику. А теперь их будем разбивать на номенклатуры. Структура промежуточный итог. Всего лишь два изменения. Ну, три еще. Третий маленький будет. Мы будем менять номенклатуру. То есть по каждой номенклатуре будем суммировать стоимости. И нам нужно старую оставить, поэтому заменить текущий мы убираем. Еще я убираю конец страницы между группами. То есть после этого итога нам не надо делать разрыв дополнительный. Итак, номенклатура, сумма, стоимость, снятый флажок, заменить текущие итоги. Жмем ОК и смотрим на результаты. Вот они. Сворачиваюсь до третьего уровня. Смотрю. Вот ИП Аверьянова на такую-то сумму. И теперь поехали. Первую номенклатуру на такую-то сумму. Вторую, третью, четвертую и так далее. Всего вот здесь как раз и получается вот эти 23 миллиона с половиной. Вот так можно прямо внутри источника создавать итоговые суммы, итоговые значения со стандартными функциями сумм мин, макс, средняя. Вот. Но если вам, допустим, вот эти результаты нужно вывести куда-то в другой диапазон, может быть на другом листе посчитать или в другую таблицу просто вывести рядышком, это неудачный способ, потому что, ну да, посчитать можно, но вопрос в том, как вот это все потом вынести в отдельную таблицу. Копирование вставка. Если когда-нибудь вы пробовали структурированные данные скопировать, вы знаете, что просто так скрытые ячейки не исчезают. То есть их нужно определенным образом выделять, убирать и так далее. Если будет интересно, потом в конце напомните мне, я вам покажу, как это делается. Сейчас речь не об этом. Сейчас речь о чем? Как бы мне, допустим, суммы по каждому заказчику, общей суммы, вывести рядом быстро. Например, мне нужно эти данные кинуть в PowerPoint, в презентацию или в отчет в Word и забыть про это. Вот в этом случае нам поможет второй инструмент. Итак, я перехожу на лист заказа консолидации. Там та же самая табличка, точно такая же. И задача будет, еще раз повторяю, по каждому заказчику определить стоимость. Так. Нет, давайте не так сделаем, потому что сейчас проблема будет в том, что столбцы не в том порядке. По номенклатуре. По номенклатуре узнаем, допустим, общее количество проданных товаров. И сделать это можно, я пока про сводную таблицу не говорю. Да, там тоже можно круто сделать. Пока консолидация. Консолидация это особый инструмент, который находится на вкладке данные в группе работа с данными. И многие про него не слышали. Многие про него знают, но не любят. Я в свое время тоже его не любила, до тех пор, пока не докопалась до всех тонкостей и нюансов. Потому что иногда, вроде кажется, сделал то же самое, но он либо ругается, либо выдает не те ответы. Вот. Итак, что требует консолидация? В отличие от остальных инструментов этого блока, мы находиться должны в том месте, где будет построен отчет. Ну, то есть, выйти на другой лист или вот сюда в стороночку. Дальше включается консолидация. Определяется функция. Помните, наши итоговые суммы, min, max, средний, то есть здесь все то же самое. Там есть, кстати, еще всякие произведения, но мы не будем умножать данные. Итак, оставляем сумму. И дальше нам нужно показать ссылку. Ссылка – это диапазон, на основе которого мы будем суммировать данные. И вот здесь важный момент. Мы не можем выделить всю таблицу. Мы, как в ВПР-ке, должны указать началом столбец, по которому будем суммировать, на основе которого. И справа должен нам быть доступен столбец, который будем суммировать. Ну, то есть, в данном случае с номенклатуры по количеству лишнего выделять не нужно. Далее нажимается кнопка «Добавить». Программа должна запомнить этот диапазон. Вот, так как у нас с вами здесь формируется список, значит, мы можем использовать несколько источников. Об этом тоже покажу чуть позже. Итак, что дальше? В принципе, я могла бы нажать на «Ок», только смотрите, что будет. В этом случае он мне просто перепишет все числовые данные без строки наименований, ну, номенклатуры. Поэтому я сейчас отменяю, захожу обратно. Что нужно сделать? Нужно поработать вот с этими флажочками. Подпись верхней строки – это строка заголовков. Я ее возьму, потому что у меня непонятно, какой столбец суммируется. И значение левого столбца. Вот без этого флажка здесь делать нечего, потому что этот флажок выпишет все уникальные наши коды, номенклатуры, и именно по ним он будет суммировать. Связь мы пока не создаем. Итак, табличку выделили, флажочки поставили, «Ок», нажали. Вот они, вот они наши данные. Суммарное количество по вот этим номенклатурным позициям. То есть, смотрите, нужно сделать отчет. Взяли консолидацию, выделили, поставили функцию, сказали, что сохранять связи не надо. Левый столбец пометили, чтобы он выписал наши данные. И фактически вот это уже можно с легкостью копировать, вставлять в любой отчет. Связи нет, поэтому никаких формул прерывать не надо. Если у вас вот эта таблица, допустим, там каждую неделю, каждый день там меняется, изменяются какие-то данные, на следующий день вы просто можете смотреть, что делать. Встать вот сюда, нажать консолидацию, все, что мы делали, сохранилось. «Ок» и вы получаете данные уже там на текущий день или на текущую неделю. И так просто потом в заголовочке пишите, какой день или не какая, какую неделю вы здесь просуммировали. И фактически у вас много-много таблиц, рядышком будут показывать итоговые значения. Теперь, что делать, если нужно сохранить связи? Тогда, первое, нужно создать новый лист. То есть отчет со связями делается только на другом листе. Итак, например, создается лист, снова идете в консолидацию, функция «Сумма», ссылка. Показываете тот же самый источник, номенклатура, количество. Что-то я задержалась, надо «Контуршип-стрелочку» нажать. Добавляете в список и ставите те же самые два флажочка «Верхняя строка», «Левый столбец» и добавляете третий флажок «Связи». Сейчас посмотрите, что это нам даст. Вот изначально кажется, что табличка такая же. На самом деле, на самом деле произошло следующее. Консолидация выписала список наименований, номенклатур. А теперь смотрите, создает структуру. Я на дворчику сейчас нажму. А дальше из каждой ячейки по номеру L990 из исходной таблицы выписались все данные. Вот они прям формулы сами создались. И в конце просуммировались. И точно так же по каждому наименованию. Вот они. Вот этот номенклатурный номер вот из таких значений создает. И так далее. То есть все сделал Excel сам. Мы просто поставили нужный флажочек. Почему на новом листе? Потому что если источник и результат на одном листе, программа создавать связи не умеет. А теперь мы с вами посмотрим, как консолидация поступает, если у нас источников несколько. Первые четыре листа. Январь, февраль, март и первый квартал. Содержит следующее. Данные по трем месяцам или месяцам. И заготовочка на первый квартал. Что мы могли с вами сделать? То есть нам нужно что сделать? Просуммировать затраты по каждому заказчику за три месяца. Либо если функции мы берем, мы берем, ну либо сумм, если, да, либо воперками из каждой таблицы тянем, либо еще какой-нибудь вариант берем. Может быть в курсе, что некие суммы могут работать вот так. Значит, что я сделала? Я взяла функцию сумму. Это на всякий случай, если вдруг вас заинтересует. Встала вот в эту ячейку, написала сумму, затем выделила через shift все листы, которые нужно просуммировать. И указала ячейку с этих листов. И он все три ячейки нам сюда включил в сумму. Вот. Ну, как вариант. А теперь я вам покажу, как это можно делать, не задумываясь о том, соседние листочки, не соседние листочки. То есть не соседние листы так не подцепишь. Итак, важно сейчас, что все четыре таблицы с одинаковой полностью структурой. Шапка одинаковая, порядок столбцов одинаковый. Список заказчиков тоже во всех листах одинаковый. Это сейчас важный момент. Теперь что делает консолидация? Встаете в ячейку, где будет результат первый в B2. Открываете консолидацию. Берем сумму. И дальше начинаем формировать ссылки. Ссылка первая. Январь. Выделяется вся таблица. С заголовочками нажимаете добавить. Дальше. Февраль. Добавить. Март. Добавить. Так как у нас таблица одинаковая по размеру. И жмете на ОК. Сейчас я специально сделала одну ошибку. Ошибка заключается в чем? Я выделяла источники полностью. И в ту ячейку, где я стояла, программа начала формировать что? Заголовки наших столбцов. Перечень наименований заказчиков. Но так как я не поставил два флажочка, он эти ячейки оставил пустыми. А вот дальше просуммировал каждую тройку наших ячеек. Что делать? Я сейчас отменяю это действие и показываю, как должно было быть правильно. Консолидацию открываю. Кстати, если у вас источники неправильно выделены или они меняются, что делаете? Выделяете в списке, удаляете, выделяете, удаляете. Здесь, правда, ручной вариант только. Итак, правильное решение для текущей задачи. Выделять нужно во всех таблицах только числовые значения, чтобы никаких смещений не было. Напоминаю, структура у всех одинаковая. Итак, ссылка первая. Январь с ячейки B2 по C15. Добавить. Перешли на февраль. Тот же самый диапазон. Добавить. Перешли в март. Диапазон не изменился. Добавить. И вот теперь жмете на ОК. То есть флажки никакие я не ставлю. ОК. И вот мои полученные результаты. То есть мне даже формулы писать не нужно, придумывать не нужно. Все получается автоматически. Правда, опять же, так как не был поставлен флажок, мы с вами связи не видим, но конечный результат у вас получен. Разные задачи, разные способы решения. Так. Идем дальше. Дальше та же самая история. То есть те же данные январь, февраль, март, но по цифре 2 у меня. То есть копия. Что я здесь делала? Я в исходниках пересортировала данные, то есть на всех листах порядок заказчиков разный. И на каком-то листе я поменял еще и заголовочки, ну то есть столбики поменяла местами. А задача осталась той же. На листе 1 квартала 2 создать итоговый отчет. И вот здесь уже мне нужна будет полная консолидация. Итак, ячейка указала, где будет начинаться отчет. Консолидацию включили. И пошли источники выделять. Январь. Вся таблица с заголовками добавить. Добавить февраль. Но так как они одинаковые по размеру, я просто буду добавлять. Если разное количество строк, то тогда нужно будет довыделять или перевыделять. Итак, все три источника добавлены. Теперь флажки. Подписи верхней строки мне нужны, потому что программа должна знать, какие столбцы между собой складывать. По заголовкам будет ориентир. Если флажок не поставлю, будет складываться по порядку. Второй со вторыми, третий с третьими. Значение левого столбца. По первой из выделенных таблиц программа сформирует список заказчиков. И опять же, если списки будут разными, все уникальные значения он сюда должен выписать. Ну и по поводу создания связи. Давайте их создадим. Ок. Получаем список наших заказчиков, суммарные данные по прибыли и затраты. Ну и через плюсик вы можете посмотреть, на основе каких данных эти суммы получились. Опять же, та же самая история. Программа подписывает все исходники. То есть сама формирует ссылочку на каждую ячейку, ну и суммирует данные. В заключении о консолидации нужно сказать еще одно. Столбик B, когда вы создаете консолидированный отчет со связями, подписывается имя файла, где находился источник. И это намекает на то, что фактически вот эти три таблицы могли находиться просто в разных документах. Единственное, перед тем, как мы этот отчет создавали бы, нам нужно было сначала открыть все файлы, потом поставить курсорчик, консолидацию включить. Ну и то же самое. То есть как мы ходили по листам, нужно будет просто пробежаться по файлам. Все остальное без изменения. Итак, консолидация чем хороша? Можно быстро сконсолидировать данные из нескольких таблиц с одинаковой структурой или с одинаковой структурой, но разным по сортировочку данным. Это тоже может собираться. Вот. Плюс к этому мы можем с вами определять, нужны нам связи с источником или нет. Ну и плохо, что консолидация не может суммировать данные по нескольким критериям. То есть заказчики плюс, допустим, артикулы или номенклатура, уже этот фокус не пройдет. Единственное, можно там делать в источниках дополнительный столбец, где это будет все связано в единую строчку, но это будет не очень красиво и просто. Зато вот эти задачи, как вы видите, решаются буквально в 2-3 щелчка. Ну и остается у нас с вами сводные таблицы. Сводные таблицы я вам показываю, опять же, на первом источнике. То есть все заказы в одной таблице. Многие, конечно, из вас сводные уже используют в работе. Сейчас важно посмотреть этот процесс тем, кто со сводными никогда еще не сталкивался. То есть у нас, возможно, те, кто знакомы с инструментом и те, кто не знаком. Итак, допустим, я хочу получить отчет, который похож вот на последний мой, который через промежуточные итоги. Суммарные данные по заказчику стоимости и разбитые по номенклатурам. Но только это мне нужно в отдельном листе, в отдельном отчете. Источник должен быть подготовлен. На нашем курсе мы все условия хороших источников проговариваем. Сейчас речь не об этом. Речь о том, как эти итоги мы получаем. Итак, встаем в любую ячейку нашего источника. Идем на вкладку «Вставка». Самая первая кнопка – сводная таблица. Программа сама подцепляет наш диапазон с А1 по G123 и предлагает нам отчет показать на новый лист. В данном случае я соглашаюсь. То есть у меня нет заготовленного листа. И нажимаю на «Ок». Новый листик получился. Он всегда будет стоять слева от источника. Мы видим с вами список всех заголовков. Столбцов нашего источника. Ну и будущий макет сводной таблицы. Вернее, макет будущей сводной таблицы. Обычно это поле показано вот в таком виде. Сейчас вы увидели его другим, потому что буквально за минут за 50 до семинара закончилось занятие по Excel 6 уровня. И там мы создавали сводные таблицы на основе моделей, где источниками будут несколько таблиц. Поэтому в таком виде эта область была неудобной. Итак, что дальше? Дальше мы с вами должны сказать, какие данные должны отразиться в нашей сводной таблице. Принцип очень простой. Вы можете просто по списку пройтись и флажками пометить нужные вам столбики. Либо можете вручную поперетаскивать эти столбцы в нашу вот эту область макетирования. Вот я обычно предлагаю тем, кто только-только начинает с того, чтобы помечать флажками, а потом при необходимости регулировать. Итак, идем по списочку. Нам с вами нужна номенклатура, нам нужна стоимость и нам нужны заказчики. Как вы видите, Excel сам закинул данные в нужные поля. Как он ориентируется? Да очень просто. Если столбец текстовый, он автоматически попадает в поле строки, вот сюда, и из него начинает формироваться первый столбец нашего отчета. Такой критериальный столбец или параметры, по которым мы будем суммировать, подводить итоги. Когда мы поставили флажок стоимость, давайте я отключу пока заказчикам, мы увидели по каждому наименованию, по каждой номенклатуре общую сумму. То есть, почему этот столбец попал в значение? Да потому что он числовой. А с числами программа знает, мы обычно и проподводим итоговые результаты. Почему сумма? Потому что по умолчанию мы суммируем. Если мы хотим получить максимум, минимум, среднее, правая кнопочка мыши на любом числе в отчете, и у нас есть группа команд, которая называется «Итоги по». Не нужна мне сумма, могу посчитать среднее. Не нужно среднее, можно посчитать максимальное значение, определить минимальное значение, вернуться обратно к сумме. Так, мышка. К сумме. То есть в любой момент времени функцию итоговую, то есть суммирующую, агрегирующую, вы можете поменять. Вот, далее. Когда я поставила флажок «Заказчик», я разбиваю эти суммы у каждой номенклатуры на заказчиков. Вот они они. То есть номенклатура B2043 на сумму 19 с чем-то миллионов складывалась вот из таких значений по каждому заказчику. Но у нас-то была задача какая? Узнать суммарные данные по заказчику, а потом внутри по номенклатурам. Что для этого мы должны сделать? Мы должны поменять местами номенклатуру и заказчика. Это делается в поле строки. Меняем местами две кнопочки. Давайте я сейчас сверну Лену, чтобы было понятно. Вот номенклатура и заказчик. Просто левая кнопочка зажимаете одну и тащите под другую. Итак, сначала заказчик, потом номенклатура. Вот они наши данные. Заказчик такой-то, номенклатура такая-то, суммы такие-то. И в итоге вот здесь мы видим суммарные данные по каждому заказчику. Это то, что мы с вами видели в промежуточных итогах. Эти строчки так и называются промежуточные суммы. Если что, на вкладке конструктор, то есть не всегда я их сразу видим. Кнопка промежуточные итоги, которая позволит не показывать их. Вот они исчезли. Или показывать в нижней части или в верхней части группы. Ну, я в заголовочке верну. И еще один момент по поводу этой таблицы. Возможно, эта таблица будет лучше, вам понравится лучше, если номенклатуру, например, вручную перенести в поле столбцы. Когда в поле столбцы попадает какая-то позиция, из их уникальных значений будет сформирован каждый новый столбец таблицы. И таблица у нас будет вот такая в прямоугольном виде. В чем этот вид лучше предыдущего? Во-первых, короткая таблица. Во-вторых, мы видим сразу общие суммы по каждому наименованию. Итоговая строчка. И общие суммы по каждому заказчику. Общий столбец, общий итог. И повторяюсь, вы можете быстро менять суммарные данные на мин, максим, и среднее значение. Например, опять же, хочу максимальную стоимость узнать. Правая кнопочка на любом числе. Итоги по и выбираю максимум. Вот это у нас с вами максимальные суммы. Также минимум. Если хотите и то, и другое видеть, то лучше всего, ну, мне сейчас кажется, что сделать копию нашей сводной таблицы, если я знаю, что ее разворачивать я не собираюсь. сделать копию вот сюда пониже. Обычное копирование вставка вставляется как таблица. И здесь уже узнать, допустим, минимум. В первой ячейке этой таблицы будет показано, какую функцию вы в этой таблице показываете. Суммарное, максимальное, минимальное, среднее и так далее. Если вы, допустим, захотите узнать суммарные данные на основе нескольких источников, например, как консолидацию мы сейчас выполняли, вот это тогда действие какое? Вы каждый источник превращаете в умную таблицу, добавляете их в модель, в модели создаете связи и, соответственно, потом настроите отчет. Но это не для нашей ситуации. Для нашей ситуации нужно сформировать общий список, на основе которого мы будем создавать отчет. Общий список. То есть первый случай, когда у нас с вами таблицы разного типа, с разными данными, тогда это у нас с вами работа с моделью, это настройка PowerPivot. А второй случай, когда вам нужно собрать все эти данные в один список, это PowerQuery. Я не буду сейчас рассказывать, потому что это тема следующего семинара. Я вам просто сейчас покажу один готовый вариант, который сегодняшней группой мы создавали. Сейчас покажу, просто как-то затравочка, чтобы пришли на следующий семинар. Вот, был у нас вот такой список источников. Небольшая таблица, по каждой стороне формирование данных одинаковые, коды заказа, даты, код товара, цены, количество и страна. И мне нужно было на основе вот этих данных создать какой-то отчет. Так вот, что мы сделали со слушателями? Мы создали модель, в которую занесли все эти данные. На самом деле, сначала запрос создавали. Сейчас я вам покажу часть модели, из чего это состояло. Так, сейчас, секундочку. Вот итог. Это, кстати, то, что мы делаем на шестом уровне. Так, содержимое не включаем. Итак, вот смотрите, мы подключились к Бразилии, Германии, к США, к Франции и так далее. И потом все вот эти таблицы мы добавили в один список. Вот, на основе четырех таблиц. Просто смотрите, фактически вот так вот. Раз таблица, два таблица, три таблицы. Нажали на ОК, создали общий списочек в Power Query, и он выглядел у нас вот таким вот образом. Сейчас я их вам в Excel покажу. Так, таблица, на новый лист, ОК. Буквально это было в течение двух-трех минут. И смотрите, вот он список из всех-всех стран, из всех-всех наших данных. Вот, потом, если вы не собираетесь работать с моделями, это необязательно. Вы можете просто... Извините, а в файлах были одинаковые шапки, структура была одинаковая данных, прежде чем вы их поделили сгруппировали? Да, 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 да. Структура была одинаковая. Это в данном случае важный момент был. Вот, ну и, соответственно, вот оно количество, вот она страна, вот что у нас там, код товара, ну все, отчет готов. Еще раз, да, я не показываю, как это происходило, я вам показываю результат. И если у вас такие проблемы есть, исходные файлы, вам нужно собирать в единый список, но либо ждете следующего семинара, надеюсь, что он будет скоро, вам рассылочка должна быть, либо просто рассматриваете инструмент Power Query, он быстро вам поможет собрать эти данные в единый список. Вот. Так. На этом у нас время, в принципе, подошло к концу. Небольшую итоговую часть. Вопросов, по крайней мере, я пока и в чате не видела. Итак, мы с вами рассматриваем. Можно, извините, у меня вопрос. В консолидации правый и левый столбец должны быть рядом, и можно их, если они находятся через несколько столбцов, растянуть, как в ВПРе. Значит, смотрите, именно если про инструмент консолидацию, они должны быть рядом, но вы их можете выделить, то есть он может быть там в первой, критериальной, и пятой. Вы выделяете по пятой, а потом в результирующей таблице просто лишние столбцы удаляете. Это не повлияет ни на перерасчет, ни на формулы. То есть хватаете все, что нужно, а лишнее просто удаляете потом. Вот. Итак, значит, мы с вами посмотрели, спасибо, Светлана, данные инструменты, их особенности, их нюансы. Вот. Очень важно понять, что каждый из этих трех инструментов решает лучше двух других определенный круг задач. и хорошо, если будете пользоваться всеми. То есть сводные таблицы, которые мы любим, да, и знаем, это не панацея. В некоторых случаях нужно избегать этих сводных таблиц. Вот. Значит, далее. Данные темы мы рассматриваем на втором уровне Excel. Ну, и как вы видите в списке, это всего лишь, можно так сказать, самое начало изучения Excel. На третьем уровне многие из вас уже на нем были. Мы рассматриваем анализ и визуализации данных. Четвертый, пятый, это отдельные вообще темы, это макросы. Вот. Шестой уровень рекомендую. То есть сейчас идет развитие всех надстроек с названиями Powery, Power Query, Power Pivot. Вот. Правда, Power View они забросили, даже из 365-го офиса убрали как таковую надстройку. И все это зная, можно потом переключаться на Power BI и, соответственно, ввести аналитику уже огромных массивов данных. Вот. На шестом уровне мы рассматриваем начало, как создать модель, как в эту модель подтянуть данные из разных источников, как через Power Query подтянуть данные в Power Pivot. Power Query часто мы используем для того, чтобы преобразовать наши, ну, как мы их называем, кривые, корявые таблицы с объединенными ячейками, с непонятной структурой. Power Query все это делает на автомате. То есть мы фактически там с помощью инструментария, ленты можем решить большинство наших проблем. Вот. Ну и дальше идет развитие. Углубление в Power Query это седьмой, углубление в Power Pivot это восьмой, причем седьмой с практикой и восьмой с практикой. Ну и девятый недавно появившийся наш курс это Power BI для Excel-щиков, как мы называем, то есть с базами данных в принципе можете быть незнакомым. Вот. Значит, смотрите, по поводу шестого уровня. Это крутая штука на самом деле. Никитина, спасибо за вопрос. Смотрите, для того, чтобы пойти на шестой, важно знать очень хорошо второй. То есть в принципе даже и третий не важен. Четвертый, пятый, как я уже сказала, это особые курсы, которые можно из цепочки в принципе выкинуть. Вот. Просто нумерацию хотели соблюсти. Да. Ну и соответственно, если будут вопросы какие-то, можете сейчас задавать в чате или голосом. Вот. Можете присылать на почту. Почту я вам сейчас показываю. Есть и до распак специалист. Ну и для тех, кто еще, допустим, второй уровень не проходил, чувствуете необходимость, можете записываться по телефону. И ближайшие мои курсы, вот здесь вот у вас есть даты. Да. На этом мы с вами основную часть будем заканчивать. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, спасибо, Татьяна. Я стараюсь доступностью рассказывать. Очень интересно. Спасибо. Сергей, вам тоже спасибо. За то, вообще очень рада, что вас много пришли. Да, многие пришли. По стоимости, к сожалению, я не в курсе. Это не моя епархия. Это нужно звонить. Вот телефончик есть, можно звонить. Не первый раз у меня очень доступно. Спасибо, Ольга. Информация, Евгения, интересная, полезная, я рада. Татьяна, Светлана, тоже вам спасибо, что пришли. Лилия, получили новую информацию замечательно. Прямо вот прекрасно. Правда, есть некоторые инструменты, про которые мы мало рассказываем. Камил, спасибо и вам. Приходите, мы будем рады. онлайн вообще как бы курсы мне кажется достаточно интересными, не надо никуда ехать, достаточно дома иметь неплохой интернет. Вот, и, соответственно, можно уже учиться и заниматься. Так, вопросов нет. Помните, да, я вам ссылочку давала на исходник. Кстати, если хотите, могу решенный вариант тоже кинуть. Те, кто еще не убежал. Так, сейчас, секунду. Где у нас на рабочем столе? Так, сейчас, быстренько. Ага, все вот, очень рады, что познавательно, интересно, Татьяна тоже хорошо. Марина, отлично. Так, так, копировать ссылочку. Итак, смотрите, кто остался, если интересно, сейчас в чате будет обновленная ссылочка. Это ссылка на решенный уже на семинаре файлик. Сможете в нем покопаться, поковыряться и посмотреть какие-то там особенности. Ну что, тогда, раз нет вопросов, спасибо еще раз за то, что вы все пришли. я была рада, мне было комфортно с вами общаться, особенно в конце, когда пошли отзывы. Вот, приглашаю дальше на обучение, на семинары. До свидания и вам. Я запись отключаю, если есть необходимость еще пообщаться, я с вами. Субтитры сделал DimaTorzok